всем привет жду кто-нибудь когда добавится приглашу на встречу к нам одну девушку классную так сегодня у меня шестой день игры и мне надо выходить в эфир каждый день и чтобы эти эфирчики были веселенькие и каждый раз разные вот сегодня я придумала встречу с очень офигительной девочкой с классными советами по по нашему телу она знает о теле все вот это будет я думаю очень крутая встреча так я вообще жду талия ты где где нажми пожалуйста присоединиться чтобы я тебя добавила ждем ждем наши гости я нажала ничего не происходит что такое так что там происходит отодвинусь чтобы меня видно было сказать что нибудь вот теперь я тебя слышу связь хорошо ложена так я хочу вам представить офигенную девушку мою подругу с которой вы дружим она мне помогает просто вот я даже не представляю даже вот какими-то словами описать два года назад помогает еще она мне два года назад сделала предложение ну не замуж не руки и сердца всего тела предложила мне поработать телом и я и писала фотографии как я сижу стою буквой зю хожу видео она мои видела как я вообще в этом теле скрюченная и даже после по моему первого месяца или второго месяца ты сделала диагностику и просто у меня на четыре сантиметра выше рост стал да ты еще кости опаду тогда ходила все вместе совместно у тебя получила кости опаду ходила на массаж ходила вот но я думаю что это дело не в массаже я просто правильно стала ходить спать правильно я оказывается до этого делала все не так и самое классное это то что все занятия которые она дает надо выполнять всего лишь 10-15 иногда 20 минут в день и это очень легко тело перестраивается во первых гибкая становится ничего не болит я могу теперь сидеть там за компьютер часами целыми днями и я хочу талия от тебя сегодня практические советы как ходить людям можешь что-нибудь рассказать как правильно сидеть как мыть посуду потому что мы скрючившись потом все болит или там долго готовишь что-то режешь и просто с ума сходить вот потом я хотела бы чтобы ты немножко рассказала сразу план рассказываю по поводу фейслифтинга это тема который меня бесит люди выкладывают stories работу с лицом которым там скульпт как скульптура лица который нельзя заниматься пока ты из лица не сделал пластилин пока ты из пластика да то есть люди сразу начинают себе там делать убирать вот эти носогубки там подбородок глаза потом становится еще хуже вот вот эти моменты тоже рассказала ну и плюс от себя есть какие-то на мастер-классы сегодня покажи все покажу на расхвалила спасибо большое так приятно все меня слышно спасибо еще раз очень приятно прям а я не ожидала что про меня такое расскажут всем привет давайте я говорю быстро надеюсь тоже все успеют начнем с приятного по моему мнению есть три вида движения мы живем ведь в движении и смерть и старость они все боятся движения они не живут в движении убегают от этого и по моему мнению есть движение физическое когда мы делаем гимнастику физкультуру физическое массажное когда мы делаем массаж тел там лица чего угодно это тоже движение это ли им выходит и движение эмоций когда мы эмоционируем когда у нас есть чувство это тоже движение вот три вида движения в которых мы живем и мы если выполняем это все то мы прекрасно себя чувствуем, у нас очень много энергии, и мы молодо себя чувствуем и выглядим. Мне вот в этом году тоже 40 лет, как и Нелли, наш возраст выдумает. У меня двое детей, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело. У меня много дипломов, много сертификатов, и я преподаю много где. Короче, об этом сейчас не буду. Кому интересно, в мой профиль зайдете, увидите, что я действительно хороший специалист. Поэтому доверьтесь, знаете, там полчасика, да. И давайте начнем с очень-очень простого. Мы не хотим начинать всегда. Нам это очень тяжело. Самое сложное это начать. Поэтому давайте, кто есть здесь, вместе с вами, сидя, вот вы сидите, да. Сейчас мы сделаем на шею, гимнастику на шею. Такую очень короткую, пятиминутную, и вы сразу почувствуете, как вам хорошо стало. И я вам расскажу, как ее делать правильно, а не так, как вы чаще всего видите в интернете, чтобы эффект сразу почувствовать. Во-первых, надо сесть на стульчик, вот у меня табуретка жесткая, на краюшек. Я отойду подальше. Показать, как сесть вот так на краюшек. Вот, видно? На краюшке я сижу. Полупопик. Вот. Не вот как я сижу, а на краюшек. Поэтому все сейчас садимся на краюшек, для того, чтобы у нас хорошо функционировала кровь. Нам это важно сейчас. Сели на краюшек. Макушку, она вот здесь, не вот здесь макушка, а вот здесь. Макушку наверх, и живот втянули, чтобы поясницу расслабить. Вот, три правила. Макушку втянули, живот, макушку вытянули, живот втянули. Сели. И начинаем делать вот так. Раз. Раз. Просто в стороны крутим. Два. Два. Три. Три. Крутите вместе со мной. Четыре. Потом не будет я это делала. Четыре. Пять минут мы сделаем. Пять. Пять. Шесть. Макушку вверх вытягиваем. Семь. Семь. Восемь. Тяните макушку. Восемь. Отлично. Вытянули макушку. Шея длинная, длинная. И вот с длинной шеей мы так наклоняем голову в одну сторону и в другую. Шея длинная. Два. Два. Только с длинной шеей можно это упражнение делать. Три. Три. Делаемся вместе. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Прям растягивайте. Восемь. Восемь. Оставили. Положили руку и чуть-чуть надавили. Вытяните эту руку ладошкой вниз. Вот так. Вбок. Ой, руки больно. Да. Да. Почувствовали, как связаны руки, шея. Как они связаны. Как все тело связано. Вот так. Держим. Чуть-чуть надавили на шею. Шея растягивается. Рука растягивается. Живот втянули. Спина прямая. Напоминаю, да. Не вываливаем животик. Теперь в кулачок вот так согнули ручку. И в сторону кулачка. Медленно, аккуратненько. Голову наклонили. Теперь эту руку. Эту руку теперь положили. Руку вытягиваем. Также ладошкой вниз. Вот так. И тянем. Тянем. Живот втянули. Чувствуем, как все там растягивается. Жизнь приходит в руки. Жизнь приходит в голову. Все начинает там бежать по-новому. Молодость приходит. Отлично. Ощущение. Такие пробуждения в теле. Кулачок. Эту руку. И в сторону кулачка. Голову повернули. Вы и тянули макушку. Вы и тянули опять. Живот втянули. Молодцы. И начинаем кивать. Раз. И носик вверх. Вот так. Голову назад. Не откидываем. Не откидываем. Просто носиком вверх. Раз. Вниз. Два. Вниз. Три. Носик вверх тянет. Весь позвоночник. Четыре. Все вверх тянет. Пять. Не назад, а вверх. Шесть. Это важно. Семь. Восей. Отлично. Замечательно. Шея начала жевать. Голова начала жевать. У кого голова болит, сейчас будет прекращать. Сейчас. Да. Будем крутить голову. Можно глазки закрыть. И медленно, аккуратненько. Животики втянули. Крутим голову. Раз. Правильно. Правильно. Здесь не может быть неправильно. Два. Просто крутим. Животики только держите. Три. И четыре. В другую сторону крутим. Поехали. Не торопимся. Раз. Два. Вот такие приятные. Сейчас упражнение сделаем. И продолжим общение. Три. И четыре. Теперь за закрытыми глазами макушку вверх тянем. Живот втянули. Макушку вверх тянем. Моргаем, 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 моргаем. Теперь моргаем, моргаем. Чтобы голова там не закружилась, не укатилась. Отлично. Теперь лучшее упражнение от остеохондроза. Руки вот так поставили. И делаем вперед. Назад. Ничего страшного, что здесь у нас второй подвороток. Он потом уйдет. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Прям вытягивайте вперед. Семь. Восемь. И в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Как у тебя шесть. Пять. Двое. Восемь. Отлично. А теперь я змея. Вы тоже. Раз. Два. Два. Хрустит. Да. Три. У меня за ушами хрустит. Четыре. Отлично. В другую сторону. Раз. Соли уходят. Два. Застой уходят. Три. Класс. Четыре. Все. Мы были змеями. Вытянули макушку. И последнее, что мы сделаем шеей сейчас. Растянем заднюю часть. Руки положили на затылок. Голову согнули. Спина прямая. Шея прямая. Только голову согнули. И подтяжешь руку. Голова так висит. Вот так. Видно? Живот снимите. Спина прямая. Нам надо растянуть заднюю поверхность шеи. Она обычно сокращена. Я сейчас объясню быстренько, когда мы встанем. Нам ее надо растянуть, а то там кровь плохо ходит. И у нас голова болит. Зрение портится. Слух портится. Мы сейчас все это улучшим. Тяжело говорить. Да. Тебя слышно, как будто ты под водой. Держим, держим, держим. Теперь встаем. Макушку вверх потянули. И немножечко растянули вот эти заднюю поверхность шеи. Вот так. Нажимаем. Сильно нажимаем. Одну руку вверх, другую вниз. Вот так. И другую сторону. Нажимаем. Отлично. Ой, как классно. Мне как раз это можно сделать. И думаю, мне времени вообще не хватает. Ну как ваши шеи? Прекрасно же. Прекрасно. Поэтому сделали 5 минут. У нас есть занятие на полчаса на шею. То есть мы в течение полчаса столько шеи занимаемся. И голова вообще потом так прекрасно себя чувствует. Так, я обещала вам рассказать про это. Очень важно. Мы обычно вот так ходим. Да, я вот так. Вот здесь перерастянута. Вот здесь перерастянута. Вот здесь все. Круглые, видите? Растянуты. А вот здесь, наоборот, сокращено. Потому что должно быть вытянуто сейчас. Вытянуто должно быть. А у нас, опс, голова легла на шею. Видите? Легла голова на шею. Так она прямая. А так голова на шею легла сюда. И потрогайте, здесь такая складочка образовалась. Складочка. Чувствуется? То есть здесь у нас сокращение произошло. А должно быть все вытянуто. Честно, я уже так не хожу. Раньше это было мое нормальное положение. Сейчас мне сложно так сделать. Сейчас я... А ноги так ходят. Плечики назад. Макушечку вытянут. Вот. Вот. Молодец. Вот это место надо растянуть макушкой вверх. Если мы макушку вверх... Вот здесь макушка. Если мы макушку вверх вытянем, то у нас вот это место тоже вытягивается. И это влияет на то, чтобы кровь хорошо ходила с кислородом. Мозг, голову, глазки, уши, нос. Зубы у нас тоже от этого портятся, когда здесь плохое кровообращение. Короче, на все влияет. Теперь, когда мы с вами занялись, и нам стало уже намного приятней, я расскажу, отвечу на твои вопросы, которые ты задала. Что делать в течение дня, чтобы чувствовать себя лучше, быть моложе, здоровее. Ведь этим я занимаюсь много-много лет. Спасибо за сердечки. Так. Первый вопрос был. Как мы ходим? Как мы ходим? Это очень смешно. Это реалистично. Мы ходим обычно вот так. Сейчас я коврик уберу. Блин, стыдома. Вот так мы ходим. Плечи у нас не крутятся. То есть мы вот так идем, как роботы. Руки, может быть, крутятся. Коленки обычно полусогнут, особенно если мы коврикам. Вот так мы идем. И вот так мы ходим. То есть у нас нет такого, чтобы стопа наступила на пятку, а потом у нас носочек на пятку и на носочек. Но это возможно только если мы босиком ходим. В обуви это невозможно. Словка с такой платформой научилась ходить на пятку и на кусочках. Все отлично. Работает. Супер. То есть у нас нога должна быть с пятка на соль. Она должна вот так сгибаться. Стопа должна сгибаться, да. Когда она не сгибается, у нас здесь 42 суставчика. Если какой-то из них атрофированный, не работает, это влияет на коленку. В колене один сустав. Здесь в стопе что-нибудь не работает. Это влияет на колено, и колено разрушается. От этого разрушаются также бедренные суставы, от этого поясница. Ну и так далее. Второе. Мы не крутим плечами. Когда ходим, мы ходим как роботы. В идеале надо крутить плечами. Сейчас повыше сделаю. Крутить плечами для того, чтобы вот эта красая мышца от ноги к ушке, чтобы она работала. Если она работает, у нас качается пресс, и уходит животик, и он не вырастет. А если мы ходим прямо, вот так? Что? У меня кубики появились от того, что я хожу очень твердая. Причем круто. Настяки на пресс. Да, пресс не надо качать. Его не надо качать. Надо просто правильно ходить. Если мы крутим плечами, когда идем крест на крест справа на левую руку, то есть вот так слегка, не как роботы вот так, а слегка, красиво, это красиво, и ходим мы так, то у нас получается вот эта мышца и фасция сокращаются, растягиваются, сокращаются, растягиваются. И мы в течение дня качаем пресс. То есть 10 тысяч шагов у нас не в холостую проходят, а 10 тысяч шагов с прессом проходят. Это очень круто. То есть мы ходим вот так. Вот так. Ой, какая-то красотка. Вот, то есть я не похожа быть, что как роботы вот так идут. Конечно, в первое время вы будете ходить как роботы. Это нормально. Но потом это войдет в привычку и будете нормально ходить. Особенно вы будете нормально ходить вот так, с плечами крутя, если вы будете изучать такой вид оздоровительного фитнеса, как паттерн шага. Я его, конечно, преподаю, в ютубе его нет. Ну, есть всякие платные курсы тоже, если хотите. Ну, лучше у меня. Паттерн шагов, вы там мозг обучиваете. Я первое время месяц наблюдала в ее женском клубе, ее занятия. Она дает каждый день занятия на ходьбу, сидеть, мыть посуду, там все что угодно. И гимнастику суставную, лимфа, какую дренажную, как правильно? Дренажную, там фейслифтинг. И это все занимает по полчаса каждый день новые занятия. И постоянно они меняются. Потом мне это надоело, я запросила индивидуальный курс, и мне записали мои личные занятия, и вот я занимаюсь. Я советую всем пойти в этот женский клуб по цене чашки там кофе, да, по московским ценам, или двух чашек кофе в месяцах. 90 сейчас стоит. Ну, две чашки кофе. В Турции как раз так стоит. За 30 занятий это очень дешево. 30 занятий. Какое занятие получается? 30 рублей? 33 рубля. Все, давай, продолжай. Ладно, продолжай, да. Когда у нас сокращается, я забыла, о чем я говорила. А, про паттерн шага. Есть специальное упражнение, делая которое, наша центральная нервная система запоминает, как надо все это правильно делать, и вы потом уже, не осознавая сами того, начинайте просто, тело само начинает все это правильно делать, не подключая мозг, потому что мозг будет очень сильно противиться, мозгу это вначале не нравится, это что-то новое. Аннеля об этом рассказывала. Все новое нам не нравится. Вот. По поводу шага. Вот так надо ходить. И когда мы ходим, обязательно надо втянуть живот и макушку вверх вытягивать. Всегда. Если мы будем втягивать живот, у нас расслабляется поясница и качается пресс. Пресс должен быть сильным, а поясница должна быть расслабленной. Так должно быть. А у нас наоборот. Живот слабый, вывалился, а поясница в напряжении болит. Меняем, меняем. Живот втянули, поясница расслабилась. Макушку вытянули вверх, все, позвоночник у нас прямой, кровь ходит хорошо, правильно, все суставчики перестанут болеть из-за этого. И все, молодость, здоровье, молодость. Вот так мы ходим. Наступаем в пяточку, а сзади... А сзади... Всегда. У меня прям походка, конечно. Это так красиво, вот реально, как будто я плыву, вот как будто я как лебедушка по воде. И долго ходить можно так. Походки. Мужской. Да, и ходить. И ходить долго можно так. Не устаешь. Так, теперь ты спрашивала, как в течение дня можно подключить всякие хакерские штучки для тела. Например, если мы хотим укрепить свои части тела, например, когда мы кушать готовим, моем посуду или что-то делаем стоя. Что можно делать стоя параллельно? Допустим, я не могу ходить на фитнес, я пока не могу заниматься собой, допустим, да? Но я хочу с чего-то начать. Можно это сделать. Вот я, например, параллельно с делами, чем-то занимаюсь на столе, и вместо того, чтобы стоять, я вот так чуть-чуть пригнулась, тянула живот, попочку увела назад, немного, чтобы колени вот так вперед не находили, вот, тянула живот, чтобы такого не было. И вот в такой позе я делаю свои дела. Этим у меня качается пресс сейчас очень сильно, он прям болеть начнет. И качается ягодицей. Упор у меня идет на пятки, потому что я колени не увела вперед. Я коленок шевелю. Не увела вперед, а вот так на встал. Я так ловила. Качается ягодицей и качается пресс. И я что-то делаю, вот как я что-то делаю. За компьютером сижу, что-то режу, что-то молю. Надо встать, что-то поделать. Хап, встала. И вот так отошнула, потом опять так встала. И так можно целый день это впускать в свою жизнь все чаще и чаще, для того, чтобы не заниматься вот этими упражнениями для ягодиц и для пресса. А расскажи еще, там сразу еще ножки качаются, когда ты присела, да, вот как ты сейчас показала, я помню. А, в сторону, в сторону. И да, и ты качаешь ноги, покажи. Это просто, ну, у меня стенка отойти, не смогу. Мелли хочет все в одно, в один эфир, что нужно все показать. Это просто любимое. Устали стоять, мы начинаем в сторону что-то делаем, покачались. У нас здесь уже тазы бедренные начинают работать, кровообращение хорошо идет. Колени начинают работать и работают в стопы. Вот в таком положении. Так, устали, начинаем одну ногу назад, вторую ногу назад. Что-то делаем, и ножки по очереди назад. Пресс вообще будет гореть. Ну, вот что-то делать. Если мозг позволит это делать. Мозг, может, не позволит. А деревянная смогла привыкнуть. Ну, я привыкала не один месяц, конечно, чтобы постоянно идти по суду. И у меня всегда пресс прям твердый, напряженный. У меня прям реальный пресс. Я его никогда не качала. Но сейчас я просто... Да, его не надо качать. Правильно, правильно. Спасибо за такие вопросы. А еще, если вы... Ну, вы же не сможете все время это делать, да? Наступает мой момент, например, я это делала и устала. Я хочу передохнуть, просто постоять. И когда я просто стою, что я делаю? Особенно рожавшим женщинам. Я вот эти органы, вот эти, сжимаю, расслабляю. Вдох, выдох. Как будто анус напрягла и расслабила. Напрягла и расслабила. На вдохе напрягла, на вдохе расслабила. Потому что те, кто рожают, знают, там все по-другому начинается. И с этим надо работать. Ну, конечно. Третьи надо пока, да? Ну... А что, когда ты стоишь, ну, устал? Я еще делаю упражнение. Не покажу. Когда на носочки встаешь и назад. Помнишь, ты мне с гирями давала качать вот эти места, икры. Я хочу, чтобы они у меня были побольше. И они реально накачиваются от вот этого упражнения. Можешь ли я его показать? Его лучше делать с гирей, конечно, но просто вставать на носочки. Моешь посуду, какие гири? Савьер, я шевел. Качать икры. Да. Вот так вот с гирями я качаю икры, когда делаю занятия. Либо когда мою посуду, либо когда я вообще что-то делаю. Я всегда использую вот это упражнение. Очень круто. У меня три девочки хотят накачать икры. Поэтому их можно накачать такими упражнениями, да. Просто вверх-вниз, вверх-вниз. Или на одной ноге вверх-вниз. Я когда первую дочь родила, у меня икры исчезли. Ноги стали худые-худые. И я брала ее в руки, сама ее укачиваю. А сама вот так на одной ножке, на двух ножках вот так делаю. То есть я удержалась, это был лучший вес. Привет, раскрою. Когда я хотела подкачать, ты мне показала упражнение. Ногу отводить на 45 градусов вверх вот так. Можешь тоже показать? Это когда я тоже это упражнение всегда делаю, чередую. Это кому нужна жопа. Сначала скажу секрет. Секрет. Чтобы ваши ягодицы были красивыми всегда и подкачанными. Это не только для красоты. Ягодица это очень важно. Ягодица должна быть подкачанной. Она должна быть сильной. Иначе поясница будет страдать. Особенно нижняя часть поясницы. Она на себя нагрузку возьмет. А нагрузка должна быть на ягодицу. Правильно нагрузка на ягодицу идет, если у нас нагрузка идет не на носок, а на пятку. Очень многие люди вот так стоят. Вот. Вот так. Вот так. У них всегда нагрузка на носок. На носок. Из-за этого у людей появляются всякие вальгусы. Вот здесь такая косточка нарастает. Вот здесь. Вальгусы появляются в плоскостопии. То есть идет нагрузка на носок и происходит компенсация, чтобы косточка не разрушалась. А надо наоборот. На пяточку дать нагрузку. Если берем колени и нагрузка ушла на пятку, то напрягается ягодица. И все упражнения делать с напряжем на пяточку. То есть не упражнение. Если мы приседаем, нельзя вот так приседать. Вот оно. Чуть-чуть. Все. Чуть-чуть. И то вот это приседание бесполезное. И вот надо улучшить паттерном шага. Вот оно. Упор на пяточку. И мы приседем. А если еще и вытянемся, пасту растянем. То у нас вообще получится. Вытянулись, снижались. Вытянулись, снижались. То есть пасты все поднимут наверх к груди. И ягодица все встанет. Так. И очень большая проблема у многих. Вот здесь такая ямочка. Ямочка, да. Моя проблема. Вот она качается, а здесь не качается. Вот это место не качается. Здесь такая яма, где пупы не накачат. Что делать, да? Есть такое прекрасное упражнение. У меня ямочки уже частично уходят. А ты часто делаешь? Я знаю, как ты часто делаешь. Когда посуду делаешь, я всегда так делаю. А, молодец. Молодец. То есть мы в идеале чуть-чуть пригнулись. Согнулись чуть-чуть. А под ногу чуть-чуть полусогнули. И вот эту ножку, на которую хотим накачать, не в бок поднимаем. Не назад поднимаем. А полубоком на 45 градусов. Вот так. Поставили руку на ягодицу. Вот здесь, где хотим накачать. Пробуем. И поднимаем ножку вот так. Живот втянут обязательно. Вот так. Трогаем и чувствуем, действительно, мышца качается. Эту мышцу очень тяжело разбудить. Она спит. Ее тяжело накачать. Тяжело пробудить ее. Но если вы будете делать вот это, вы почувствуете, что действительно качается. Так, коленку убираем. Вот. Если хотим усилить это упражнение, мы берем резинку, одеваем выше колена резиночку и с помощью резинок поднимаем ножку. Тогда будет вес еще больше и еще быстрее накачается это место. Вот кому интересно по поводу ягодиц. Хорошо. А вообще, все, что мы делаем в оздоровительном фитнесе, ну, у меня, у других тренеров, которые занимаются оздоровительным именно фитнесом, мы стараемся качать все через здоровье. То есть не просто для красоты. Можно для красоты накачать ягодицы с помощью приседания и разрушить колени, разрушить стопы, и все будет болеть. Потом придется все это восстанавливать. А можно это сделать с умом правильно. Правильно накачать ягодицы, правильно накачать пресс, правильно выпрямиться, вытянуться и так далее. То есть все это можно сделать по-другому, по-умному. Вот к чему я всех, и к чему, чтобы сделать по-умному. И про лицо у тебя был вопрос, да? Да. Ошибки. Почему все пытаются посмотреть кучу этих видяшек и начинать скульптурой этого лица? Боже мой, вы себе только вредите. Да. Да. Это большая тема, которая, наверное, меня просит. Ну, проведи у себя эфир, скажи всем, как они неправильно делают. А я все не рассказываю. Лицо связано с телом. Это одно и то же. Все связано. И заниматься только лицом. Или заниматься только какой-то одной частью лица. Бесполезно. Даже можно себе навредить. Потому что это все здесь останется. Никуда не сольется. Токсины не уйдут. Лимфа не уйдет. Все скопится. Будет хуже. Прыщи выйдут. Фурункулы там. Чири. Или что там еще белые выходят у людей. Покраснения всякие. Как делать по-умному? Если вы захотели начать. Делать массаж лица. Гимнастику лица. Лучше сделать сначала что-то на тело. Позаниматься. Потанцевать 15 минут. Сделать суставную гимнастику 10 минут. Что-то сделать с телом, чтобы тело пробудилось. Чтобы здесь возникло хорошее кровообращение и лимфообмен хороший. Потому что сейчас мы будем лицо подключать. Прежде чем дойти до лица, надо подключить шею. Здесь у нас плотизм работающий. Декольте. Декольте. Шея. Все связано. Уши. Голову. Все, что вокруг. Потому что оно вот так все соединяется к лицу. Со всех сторон. Поэтому все это надо прогреть сначала. Промять. Декольте промять. Шею промять. Уши промять. И голову тоже. Волосы. Все промять. Я это все показываю на занятиях. Если интересно, сейчас покажу. Если найду, разрешит. А потом только приступать к лицу. Потому что все эти брыбки, все эти носогубки, они возникли не здесь. Их причина возникновения не на лице. Это верхушка айсберга. Их причина вот эти вот вещи. Их причина возникновения там, дальше. Она даже может быть в пятках. Она может быть в стопах. Поэтому сначала мы начинаем снизу, все вверх поднимаемся. И уже когда мы доходим до лица, смотрим, у нас уже начало разглаживаться все. И после массажа лица вообще вау получается. И скульптуру лица, да, я добавлю. Когда мы уже начинаем лепить себе повышенные бровки. И там вот это все убирает, там овал лица. Только через несколько месяцев вообще занятий, когда мы разомнем лицо. Правильно? Да, спасибо, что напомнила. Я уж предстала об этом. Это так естественно. Многие хотят сделать гимнастику лица. Именно гимнастику. Фейсбилдинг. Есть такое. Гимнастика лица, она делается без рук. Она делается вот там, просто лицом напрягается, там расслабляется. А, о, там глазами что-то делается, да. Я занималась гимнастикой лица осенью полгода усиленно. Еще больше в это вникло, чтобы еще больше это понять и вляпаться в кое-что. Никому не советую. Сейчас расскажу. Давай. Прежде чем заняться гимнастикой лица, именно есть массаж лица, есть гимнастика лица. Прежде чем заняться гимнастикой лица, лучше заняться именно массажем лица. Потому что у нас здесь спазмировано, вот здесь особенно, все спазмировано. Все очень жесткое, твердое. Оно и так в спазме, и так в стрессе. А вы еще больше хотите делать туда стресс упражнениями. Упражнения это стресс. А вот здесь все слабенькое. Здесь наоборот нужны упражнения. Но не сразу. Сначала надо убрать отеки. Отеки со всего лица. Лимфу сначала надо очистить. Здесь у нас очень много токсинов, всего грязного. Это все надо слить сначала. Вообще лимфу, вот то, что висит, надо сначала слить правильно. Через наши вот эти каналы. Здесь у нас, я скажу, что не сантехника, а канализация. Вот, канализация. Вот оно сливается вот отсюда, сюда идет и сюда. Правильно, через кровь, мочу уходит. И это все надо грамотно слить сначала. Если мы сразу начнем мять, я уже говорила, что будет. Вот. Поэтому мы сначала делаем массаж, а потом только начинаем гимнастику. И то гимнастика не всем подходит. Есть типы лица, которым гимнастика подходит, которым не подходит. Оказывается. Но те, кто преподает гимнастику, об этом не говорят. Ну, ясно, почему. Скажу сначала, кому подходит. Ладно. Мне подходит же, да. Есть типы лица худые такие. Совсем худые. Девочки такие. У них худые такие лички. Белая такая кожа. Они выйдут на мороз, сразу покраснеют. У них шелушится сразу. Очень такая кожа нежная, очень чувствительная. У них аллергия сразу выходит. Они сразу краснеют, если что-то не так. У них морщин. У них нет вот этих обвислостей. У них нет отеков. У них все так прилипло ровно, гладко всегда. И все худое такое. У них долго нет морщин. Но в каком-то возрасте, бац, и очень сильно морщины возникают. Много-много мелких морщин появляется. Это такой тип лица мелкоморщиниста называется. Вот им нужна именно гимнастика лица. Массаж лица им нужен чуть-чуть, маленечко. Им не нужно много массаж делать. Когда ко мне девочки обращаются, я вижу у них такой тип лица, я говорю, не надо ко мне. Они, ну пожалуйста, пожалуйста. Я даже от одной отзыв написала. Она ко мне все просила, спросила. Я говорю, вам не надо ко мне. У меня другой тип лица. Я преподаю именно для тех, как у меня. 90% женщин, кстати, вот такой деформационный тип лица. И только маленький процент женщин, у них такой мелкоморщинный тип. Теперь, если лицо очень отечное, прям опухло, отекло, все свисло, глаз не видно, как у меня раньше было. Я тоже. Глазки там. У тебя не такой тип лица. Так вот, если прям совсем квадратное лицо, то таким женщинам не надо делать гимнастику лица. Нельзя, вообще нельзя делать. Им надо очень-очень много заниматься именно массажем лица. Массажем. А потом только еще посмотреть надо, можно ли им дальше делать гимнастику лица. Там вот так. Лимфу, да, тут все. Да, 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 лимфодренаж, лимфа, все расслаблять, все подтягивать, с кожей работать, чтобы она потом подтянулась. Потому что, когда лимфа сойдет, кожа будет такая, вот как у меня, во все стороны тянуться и висеть будет. Я же такая была, у меня теперь кожа висит во всем. Очень сильно во все стороны тянется. Как будто я маску натянула. И моя, как будто. Нормально? Нормально. Отлично. Это уже хорошо тянется. Это очень хорошо. Значит, мы не быстро поспорим. Помнишь, у меня ничего не тянулось. Не помню, но... Ничего вообще. Вначале ничего не тянется, да, правильно. Потом начинает тянуться. Вот. И лучше совмещать массаж и гимнастику лица. Сначала промассажировали, пару месяцев массажировали, массажировали, а потом начинаем подключать на некоторые части к гимнастику. Не на все, вот особенно нам, не на все. Покажи вот упражнение гимнастики от... Давай. Ну, например, с подбородок давай. Что есть гимнастика, а что есть массаж. Ну, тогда покажу. Потому что нам... Водную скажу обязательно. Я люблю, когда у меня девочки умнеют на занятиях, понимают, что делают. Вот здесь у нас мышцы очень сильные. Напряженные. Прям очень напряженные. Их всегда надо расслаблять. Вот эти мышцы всегда надо расслаблять. Каждый день. Вот здесь у нас мышцы слабенькие такие. Вот здесь у нас есть мышцы, которые держат вот эту... Ну, сагубку там. Они тоже как тряпочка такие слабые, висят, болтаются. Их тоже надо напрягать. Им надо гимнастику давать. Глазкам надо гимнастику давать. И массаж. Массаж и гимнастика. Поэтому я сейчас покажу на глаза. Здесь сюда лучше не делать гимнастику. Я так себе лицо попортила осенью. Вот расскажу, обещала. Гимнастика глаз. Например, ставим сюда пальчик, сюда пальчик. Выбираем точку вдали, наверху, наверху. И начинаем поднимать только нижнюю часть века. Прищуриваться нижней части века. Вот так. Что-то не получается. Только нижнюю часть тяжело. Потому что верхняя подключается и начинает... Оба, оба века. Ничего страшного. Пусть вверх. Это гимнастика. Это гимнастика. Массаж. Вот такой массаж. Вот так мы гладим. Вот так. Вот так. Это круговая глаза. Вот она. Здесь мы должны уходить внутрь. Здесь мы должны уходить наружу. Мы сливаем сейчас отеки, чтобы у нас отеков не было. И потом, чтобы этот отек куда-то делся, его надо вот так уводить к виску. И сливать его по шее вниз. Именно по шее. И еще раз. И раз в пять. Вот так можно сделать. И глаз приподнимется. Уйдет отек вот этот, который закрывает гладик. Вот. Это массаж. А вот этим они отличаются. То есть гимнастика, это мы что-то напрягаем. Вот так напрягаем. Что-то напрягаем. А массаж, это мы массажируем руками. Вот разница в этом. Поняла. Здесь нам гимнастику не нужно. Здесь надо массаж. Здесь очень маленькая гимнастика. Очень мало должно быть. Например, сюда гимнастику сейчас покажу я тоже. А здесь нужна гимнастика на подъязычную, на язык. Например. Поставили руку вот сюда. Вторую поставили. Оттянули кожу вниз. Мы сейчас будем убирать второй подбородок. И подтягивать вот эти все места. Брыли. Второй подбородок. Все будем наверх сейчас подтягивать. Оттянули вниз кожу. Подняли голову. И начинаем кончиком языка тянуться вверх. Вот так. Восемь. Потянем. Восемь. Поехали. А язык надо убирать? Чуть-чуть. Вот на меня посмотри. Почувствовали, как от ушей тянется? А теперь надо задержать и оставить на 30 секунд. Ну, я оставлю не на 30, на меньше. Но покажу. Вот так. Руки тянем вниз, а язык наверх. И вот так сидим 30 секунд. Вы почувствуете, как у вас челюсть начнет... Да, у меня уже зубы заболели. Все сводит, да? Это полезное упражнение для челюсти. У вас челюсть будет на место вставать. Да, вот это место. Оно ведь привязано сюда. Вот сюда привязано. У нас ведь омоложение вот сюда происходит. Вот, к ушам и к виску. Вот сюда. Это все надо пробудить. То есть мы сейчас подъязычно все вверх подтягиваем. И второе упражнение вот на это. Тоже такое необычное. Тоже надо оттянуть вниз. И... Сейчас некрасиво будет. И подбородком нижним делать экскаватор. Вот так. Черпать вот так. Очень некрасиво. Но зато вы почувствуете, как здесь все пробуждается. И вбок. Поставили вот сюда руку на ключицу. Оттянули. И делаем вбок. Ой, блин. Больно-то как вот здесь. Больно? Больно. Вот. Значит, есть застои вот здесь. Застои платизма. Их не должно быть. Они тянут лицо вниз. Они тянут брыли вниз. Все вниз вбольте тянется. Шея сокращается. Но если мы вот это делаем, у нас шея не сокращается. Она удлиняется наоборот. Работает нижняя челюсть. Улучшается состояние зубов. Они начинают меньше кариес возникать. В нижней челюсти сверху не по-другому работать. С нижней именно вот так. Слюнеобмен хорошо начинает работать. Омывают зубы. И с деснами, с зубами хорошая работа происходит. С подъязычной хорошей работой происходит. С подбородком и с брыльями. У меня есть фото до и после, какая была раньше, отечная и какая стала. Реально, два разных лица. Вот я не накрашена. Сейчас абсолютно не накрашена. Естественно, я вышла к вам, чтобы можно было все это на себе вот тереть, показывать. Честная с вами. И это настолько сильно работает, что в первый месяц, когда я занялась массажем лица, через месяц мы полетели в Таиланд. И меня в аэропорту остановили, сказали, это не вы на паспорте. И нас задержали, выясняли долго, кто же это на паспорте, кто я. Это фотография до и после. Но опять же, мы людям сейчас должны сделать предупреждение. Все вот эти упражнения, гимнастика, массаж, только после того, как вы несколько месяцев минимум, а может и полгода, позанимаетесь сначала с телом, правильно? Сначала разогнать лимфу, сначала разработать декольте, шеи, волосы, все вокруг, стопы, ноги, правильно? Не совсем. Так вот, давай. Массажем лица можно начать заниматься хоть сегодня. Даже так? Да. Просто нужно знать, какой правильный первый день массажа должен быть именно на разгон лимфы, а не просто там вот начали мять там что-то, что хотим, да? Надо сначала с лимфой работать в первый день. Сначала мы поработали с телом, и в этот же день мы начинаем работать с декольте, с шеей и с лимфой. Там на лицо мало работы, а вот на вокруг лица много работы. Вот. Потом день отдыхаем, нельзя каждый день делать сначала. Потом через день опять мы начинаем опять работать с лимфой лица. И потихонечку, когда грамотно разложены вот эти занятия, можно, почему, хоть сегодня начинайте. У нас же, для чего я продаю свои курсы по массажу лица и тела? Я же не говорю, что через месяц начинайте заниматься. Хоть сегодня начинайте. Просто грамотно надо все это делать. Лучше, конечно, начать с телом обязательно. Хоть сколько-то поработать вначале с телом. Потому что все это возникло здесь из-за того, что у нас тело страдает. Ты мне стала давать массаж лица где-то только через 2-3 недели на ежедневных занятиях персональных. Я помню. Да. Потому что ты не просила. Да, конечно, я просила. Нам надо еще застой вот этот весь убрать с шеи, с лимфой, ушей там сзади. Да. Ну ладно, решим с тобой. Наверное, это было слишком деревянное, что мне нужно было сначала с телом поработать. Я не помню, почему так было. Массажем лица можно начинать заниматься хоть сегодня. Просто надо грамотно к этому подходить. Все, я тебя поняла. Класс. Там вопрос был, сколько тебе лет. 40, нам по 40. Мы уже, тетушки, супермолодые еще, вернее, уже. Мы секси-вумен. Как ты относишься к гимнастике цигун? У меня муж очень долго занимался цигун, и ему это очень нравилось. Он меня водил на эти тренировки, мне показывал. И я все время засыпала. Я знаю, что такое цигун, я выполняла все это, но я на занятиях всегда засыпала и понимала, что это не мое. У каждой женщины, но и мужчины, есть что-то свое. Если вам нравится цигун, занимайтесь цигуном. Если он вам нравится, кому-то нравится другая. Йога кому-то нравится. Кому-то нравится, как мне, именно оздоровительная гимнастика. Вот мне ни йога, ни цигун не заходит никак. Я не могу, не боюсь. Это нормально. А кому-то это очень нравится. Мои занятия кому-то не нравятся. А мне нормально. Просто они не пробовали. Я говорю, они просто не пробовали. Да. У меня на живых занятиях что происходит с энергетикой. Я не буду рассказывать. В общем, нам говорят не больше 26-30. Ну или врунишка тебе 26, не больше. Вот так вот. Ай, спасибо. Ты тоже врунишка. Ну, Настя, ты очень молодо выглядишь. Вообще классно. Мы с тобой такие. Красивый, красивый мой молоденький. Ещё если накрасится, что-то с нами произойдёт. Без маски, не накрашенная. Просто вот как есть. Да, у меня тоже нет. Но с лицом я не занималась очень давно. Мы тут с телом-то, с Леной, каждый раз. Всё, с сегодняшнего дня, каждый день, опять день пропустим. У нас через день, через два, иногда через три. Нормально. Мы до лица никак не можем дойти. Вот. Если его можно вот прямо сейчас начать запиши мне хотя бы урок на 15 минут для лица, я его буду вставлять, пока не дойду там позвонять, я, может, где ты там комплекс даёшь. Ладно. Суставную гимнастику каждое утро уже почти год делаю. У Тали научилась, у тебя. Вот. И ещё на высшие Елены писала о том, что... Молодец, Елена. Молодец. ...о том, что очень хорошо проработала зону декольте, и сейчас всё тут отлепляется вот так вот хорошо. Это не только отлепляется, ещё плечи раскрываются, спина выпрямляется. Это очень хорошо. Молодец, молодец, Елена. Супер. Помню я тебя. Так. У нас вопросы. Если есть ещё у людей, давайте вы задавайте. Так. А мы всё с тобой обсудили вначале, что я хотела? Всё перечисленное обсудили? Вроде да. Вроде да. На шее сделали гимнастику. Но если вдруг будет желание, я могу тоже выйти с тобой в эфир и сделать дальше суставную гимнастику. То есть мы сделали сегодня на шею, а мы можем вместе, прямо в эфире, сделать дальше. На плечи, на локти, на грудную, на талию, на тазоперку. Ну, нет. У меня же сейчас мотивация. У меня каждый день суставная гимнастика по игре. Туда фейслифтинг я записала, до которого всё никак дойти не могу. Вернее, гимнастика лица. Я тебе пришлю сегодня. Отлично. Потом каждый день выходить в эфиры. Мне же нужны темы, и ребятам все будет. Мы можем совместить гимнастику и эфир, и сделать суставную гимнастику в эфире. Если ты не стесняешься. Нет, ничего не стесняешься. А что ты стесняешься? Да, ты же ничего не стесняешься. Просто единственное, у меня все лосины, все, стали огромными. Те, которые вели в обтяжку. На сыроедении, я так поняла, год назад куплены, и сейчас, короче, не одеть нечего. Надо голову поломать, что я завтра одену. На мне висит всё. Даже пижама в обтяжечку, в которой я спала. Сейчас вот так вот надо завернуть вот здесь вот много раз. Одень широкие штаны, совсем широкие. Моя пижама. Я вообще, это просто, я похудела. Даже не знаю. Ладно, завидуйте. Мой животик, плосень. Ладно. Так красиво, красота. Твердый, твердый. От того, что я правильно хожу и сижу. Кусочком попки полужопицей на кончике стула. Коленки всегда должны быть ровные, стопы ровные. Вот это я всегда помню, я дергиваю. Это вот прям твой совет супер. Спасибо. Ещё какой-нибудь, может быть, совет нам дашь? Давай. Я могу бесконечно об этом рассказывать. Давай. Бесконечно. Так, давайте расскажу про то, откуда это всё начинается. Тоже очень важно. Откуда начинается, ведь наши болезни в теле, это как бы старение, оно начинается в 25 лет. В 25 лет у нас прекращаются процессы регенерации, восстановления, они прекращаются, и начинается процесс старения потихонечку, и потом он всё увеличивается, увеличивается. И почему это происходит? Потому что мы перестаём двигаться. И едим не то. Едим не то, не то, это вообще, я про это молчу. Едим не то, это вообще, это вообще сверху стоит, и ниже уже мы спускаемся к движениям. Конечно, конечно. А сыроедение и здоровую пищу. Правильно? Правильно. Я сама долго была сыроедом, сейчас я веган. На 80% я сыроед, и на 20% я могу что-нибудь такое съесть. Поэтому я Нелли очень поддерживаю, я её очень понимаю. Я вообще всем руками, ногами за то, что она показывает. И в телеграм-канале я тоже подписана иногда, выкладываю рецепты. Тысячу человек представляешь, и мы каждый день... Вообще класс. Взяла я, организовала такое прям по России движение. Давай я дальше дорасскажу. Давай. Молодец, Нелли. Молодец, я рада, что я там. Супер. Так, откуда всё начинается? Это обездвиженность, она начинается со стоп. И все проблемы у нас в основном на 99% начинаются именно со стоп. Потому что когда там в стопах что-то не так, оно поднимается по чуть-чуть выше, и... Это верхушка айсберга. И если мы начинаем заниматься стоп... Я раньше этого не понимала. Я не знала этого. А потом, когда углублён уже... Я сейчас получила, кстати, диплом в медицинской академии на реабилитолога и лечебной физкультуры. Ура, я долго училась там получила. Всё это подтвердило уже медицинским дипломом. Стопа. Стопа – это первое, на что надо обратить внимание, когда мы начинаем... Конечно, всё здесь начинается. Но если брать здесь... Если брать физическое тело, то лучше начинать работать со стопой. Везде, где я училась по лечебной гимнастике, по оздоровительной, и по лицу, везде. Все начинают работать со стопой. И лицо начинает работать со стопой. И тело, позвоночник, суставы везде начинают работать со стопой. Поэтому я большое внимание уделяю стопе. И давайте я вам покажу всякие секретики. Сейчас. У меня здесь мячик есть. Что делать со стопой? Я ногу катаю. Вот. Молодец. У меня есть такой мячик. Вот он. Очень простой. Его везде продают. Даже в фикс-прайсе. У кого-то там фикс-прайс есть. В Алборис, в Озоне, в любом спортивном магазине в Ашане. Везде он продается. В Ленте. Кто в России. У вас не знаю. Вот это лучший помощник, наш массажист, который нам поможет начать оздоравливаться. Вот так. Сейчас я буду показывать. Когда мы сидим, стоим и моем посуду, убираемся. Так, и видно, что дальше. Допустим, я буду компьютером. И я начинаю на коврике катать мячик, нажиматься на него. И вот этой серединкой стопы, серединкой, катать его. Вперед, назад. Вперед, назад. И я на него нажимаю. Если я стою, это выглядит так же. Стою лучше. Вперед, назад. Катаю. В первое время это больно, потому что там очень сильные застои в стопе происходят. Завал стопы неправильный дает нам неправильное положение, но колен, из-за этого колени болят, тазобедренные болят, поясница, вся спина болит, голова болит, все там началось. Кривые космы, цимы. Здесь начнем выпрямлять, весь позвоночник начнет выпрямляться. И невозможно вылечить спину без работы со стопами. Невозможно. Второе. Положили. И внутренним сводом с тобой. Вот так внутрь. Тоже нажимаем и катаем. Лучше всего понять это, если пальчики поднять наверх и вывести нащупать такую проволочку. Она такая жесткая. Жесткая такая. Вот. Значит, нащупали, расслабились с тобой. И вот эту проволочку катаем внутренним сводом, вот так катаем. И улетела. Ну, это твои ноги, да, смотри? Твои ноги. Вверх, твой и низ, твой. Вот так катаем. И в конце, вот я просто на экран смотрю, вот на экране как будто стоят. Берем пальчики, да. Это мои ноги. Мы берем пальчиками и катаем. И начинаем вправо-влево катать. У нас на ногах есть пальчики, но мы об этом забыли. Их надо тоже пробудить. Справо-влево катать. Катаем вправо-влево. Вот так. Это работа только с мячиком. Но... Наскалка еще, ты говорила, может, да? Да, сейчас скажу. Даже работая с мячиком, вы почувствуете, как это больно в первое время. Кому-то больно катать в серединку стопы, кому-то больно внутренний свод стопы катать. У всех разные проблемы. И через некоторое время у вас... Это на скалке, да. И через некоторое время боль будет все меньше и меньше, и вы не будете чувствовать этой боли, потому что стопа у нас станет мягкой. Здесь румянец появится, и вы почувствуете из-за работы стопы, как ваше лицо даже. Кровообращение во всем теле улучшилось, и пошло вес по шее на лицо. Даже лицо омолаживается от этого. А еще, кто хочет пойти дальше, мы берем скалку и начинаем ногой катать скалку. И потом катаем внешним сводом. Вот мы мячик катали внутренним, а скалку уже внешним сводом катаем. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня ли скалка под кроватью. Скалка под кроватью. А скалки принципиален или нет? Диаметр скалки принципиален или нет? Да. Вначале лучше брать тоненькую. Иначе будет больно, да. А потом, если захотите вдруг, то ее можно уже утолщать, толстую взять. Ну, тоненькой скалкой можно всю жизнь поработать. Скалки нет, но у меня есть подсвечник. Я покажу на маркбешнике. Вот. То есть мы катаем вот так, стопу нажимаем и начинаем катать. И потом внешний свод стопы. Вот так. Видно, да? Очень хорошо видно. Вот, внешний свод стопы. Будет больно, неприятно, но надо нажимать и катать. И потом мы по палочке вот так идем серединкой стопы. Вот так топчемся серединкой стопы. По палочке. Потом пяточкой. И потом носочками. Основанием пальчиков. Просто топчем. Передвигаемся. Просто топчем. Да, передвигаемся. Мелкими шажками. Право, влево, вправо, влево. Передвигаемся. Вот палочка. И вот мы по ней топчемся. Серединкой стопы. Пяточкой. И носочками. Вот. Это самое-самое простое, но такое действенное. Если это делать с детьми, у детей не будет проблем со стопами. Не будет. Вот сейчас же очень много детей. Я преподаю в лицее тоже детишкам. Оздоровительную гимнастику. И ко мне ходят детишки такие кривые, косые, у которых проблемы с ногами. Они постепенно оздоравливаются. И они в основном все наблюдаются у врачей, у афсеопатов. Ладно, не буду себя хвалить. Короче, все хорошо. Это все работает. Делайте просто мячик и скалка замечательно себя показывают на стопах. И у вас будет улучшаться состояние позвоночника, колен и поясницы из-за того, что вы занимаетесь стопами. Вот. Еще один секрет. Классный секретик. Так, стопы, мыть посуду, лицо. Что мы еще с тобой не обговорили? Как сидеть? А, как сидеть, сказали. На крае шестолочках. На крае шестолочках. На жестком лучше сидеть. А не на ногу. Ногу никогда не ставить. Всегда коленки выпрямлять. Для меня, для меня это большая проблема. Я всю жизнь, если сажусь на стул, мне надо сразу вот так вот залезть и ноги на стол. Я не знаю. Я скрючиваюсь. Сейчас я себя дергиваю постоянно. Уже приучила. В позе йоги тоже можно сидеть вот так, в позе йоги. Ну, недолго. Потому что там все, видите, пережато здесь. Все так вот. И потом очень долго отходят ноги от того, что как Пересидела. Ногу на ногу, вот сажусь на ногу, да, и там кровь перестает течь. Перестает. Застой. Застой. А застой что это? Это водичка, например, застоялась, и во что она превращается? В болото. А в болоте лучше всего развиваются все плохие микроорганизмы, которые нам не нужны. А если в теле болото, то же самое и болезни развиваются. Или там песок, цемент, все природные эти минералы, когда застой во что превращается? В цемент, в камень. У нас тоже отложение камней, цементов в организме из-за застоя. Поэтому мы этот застой убираем чем? Движением. А лучше движение делать правильное, умное движение, умным фитнесом заниматься. А ты можешь ответ дать бегу на ногам, те, кто любит по утрам бегать. Но то, что ты сейчас скажешь, лучше этого не делать... Тяжелый тема. Да, конечно же, лучше этого не делать. Но если уж делают, бегают, есть какое-то небольшое правило, чтобы сильно себе не навредить. Давай я пока не открою эту тему, и мы как-нибудь на другом эфире. Это долго. Долго. Я не хочу сейчас об этом говорить. Про бег. Хорошо. Бег нас разрушает, потому что мы неправильно бегаем. Очень сильно разрушает. Есть люди, которые изучили тему бега и правильно бегают. Есть такие люди, но в основном люди бегают неправильно. колени, суставы очень сильно идут. Истощение. велосибирение, стопы. Я действительно... Я потом ходить не могла полгода после бега долгого. Каждый день стопы. Сначала научиться хотя бы ходить, а потом уже начинать бегать. Это вообще ужас. Ладно, не буду. Я сейчас разрядусь и обосрусь и кто бегает. Не надо. Бегайте, если хотите. Но по умному бегайте. То делайте это просто быстрым шагом хотя бы, да, для начала. Да, хотя бы. Сидите живот, сидите обязательно. Да. Ну тут много будет рекомендаций. Поняла. Так, что еще такого можешь классное сказать? Сказала еще на какие-то 20-40 минут. А сама что еще? Что еще? Да. Неля. Все, вообще не заканчивается тобой, но мне идти надо там список большой дела делать и тебе тоже бежать. Да, тренировки будут. У меня почти каждый день я преподаю вживую в зале. Ну, я живу не по всей России. Всего лишь в одном городе. И зал забит очень сильно. Курс, поэтому все хорошо. Да, у меня есть онлайн курс, поэтому приходите. Там все разное во все месяца, все разное. Пользуйтесь по хорошей, по супер, по хорошей цене. И стопы у вас будут здоровы, и суставы у вас будут здоровы, и органы у вас будут не опущены, а подняты. диафрагма будет правильно работать, позвоночник будет правильным, никаких обвислостей вот этих не будет, все подтянется, все так засется, потому что фасы будут работать, и лицо, и голова, и боли. А особенно, если вы это совмещаете с эмоциональной поддержкой и работой головы с особенностью, с Нелли, с ее эфирами, то, да, еще лучше все будет работать, потому что, ну, невозможно быть здоровой, если голова больная, хоть что делай, хоть какую физкультуру, если голова больная, не получится, не захочется просто это делать. Вот вопрос, скандинавская ходьба полезна вообще? Да, полезна, полезна, знаю, что это, я пробовала специально, чтобы понять, полезна, изучали, ходите. Но она смешно выглядит. Ну, она для тех, кто не может обычной ходьбой ходить, если вы можете обычной ходить, то лучше ходить обычной, потому что это все-таки костыли, это все-таки замена нормальной ходьбе хотя бы так, типа, чем просто так сидеть. Ну, если, если, как бы, это же маркетинг, надо же всем это продать, поэтому для всех это полезно. Но лучше ходить обычной ходьбой, если умеете ходить. Нам не просто так даны ноги, руки, чтобы мы без палочек ходили, мы же рождены без палочек. как ты круто сказала, вам кайфую. Спасибо. Совет я так думаю, да? Или ты еще что-то хотела сказать? Я предлагаю еще раз выйти, если ты не против, ну, в какой-нибудь день. Конечно. Я с удовольствием сделаю с тобой и продолжим, ну, как ты и скажешь, я только за, я вообще люблю этим заниматься. Лечебная физкультура возрастная 80 плюс программа есть, я уже за Талию скажу, и плюс 100 есть, и плюс 5 есть, да, конечно, у Талии это есть. Те, вот бабушки ко мне, которые ходят на живые занятия, им 75, 80, конечно, у меня нет, есть 78, 75, 72, 65, 67, вот такие бабушки ко мне ходят, и они все занимаются. Они все занимаются по той программе, как мы занимаемся со всеми, потому что она на всех рассчитана. Просто есть некоторые вещи, которые надо делать без гири, например, для бабушек, а молоденькие это делают с гирями. И, допустим, бабушки садятся по-другому, ногу, например, внутрь ставят, потому что наружу они не смогут поставить. Я это все рассказываю на онлайн занятиях тоже. То есть, моя онлайн программа подходит для всех, возрастов. Но если вам это будет тяжело, ну, я не знаю, никому не тяжело, никто не жаловался, там идеально все рассчитано. Да, и еще я узнала только о талии, зачем нужны гири. Всю жизнь росла, росла и не знала. Например, если я делаю там 20 подходов какого-то упражнения с гири, там, допустим, килограмм, нужно просто сделать в два раза меньше, 10 подходов. Чтобы эти гири. То же самое можно сделать без гири, просто побольше. Можно с резинками сделать, резинки, то же самое, что гири, смотри, какой образец. литровый с водой. Ну, у меня есть и гири. Да. Вот. Я многим предлагаю бутылки брать вначале, прежде чем на гирь перейти, особенно, если у вас болят коленки и поясница, вам нельзя гири брать, вам надо чем-нибудь полегче взять бутылочки, потом постепенно, только когда организм укрепится, потом уже только, когда поясница, позвоночник укрепится, потом только брать уже гирьи. У меня уже стопы горят. Я катала вот эту штучку сейчас. И так, и так. Не стараюсь сказать, ничего отмазываться, взяла лак и прокатала супер. Ну, так я так и делаю. Я забыла, что такое упражнение, которое нужно, вот, я себя заставить вообще не могу что-то делать, но для меня это очень сложно. Но в процессе жизни у меня качается пресс, и разрабатываются стопы, и коленки, и я все упражнения делаю, как Таля мне показала, в течение дня, чтобы я... Молодец, вообще. Я даже там волосы сушу, и у меня уже икры качаются, ягодицы качаются. Можно утром начать даже рассыпать в ванной эти, конфетки сосательные, камушки в ванной прям рассыпать. Конечно, не всем это понравится. Зубы чистить и топтаться вот так, и стопы уже будут работать. И в течение дня можно делать столько всего, что фитнес не нужен будет. Не нужно будет заниматься фитнесом, уделять этому час, потому что вы так и так в течение дня будете заниматься фитнесом параллельно с делами. Это можно сделать, это можно себе устроить. Просто надо это распланировать все, где что делать, не забыть. А я люблю и то, и то, и параллельно, и... Да, ты говоришь, это можно в течение дня сделать. Вот это упражнение, вот лайфхак, вот здесь, здесь вот так. Мне нравится. Даже можно, лицом тоже можно в течение дня заниматься, просто мять вот эти места. Конечно, не только это не поможет. Это поможет плюс, если вы лицом занимаетесь, мастажем лица профессионально, то плюс к этому можно еще дополнять, вот мять вот эти места, которые самые-самые наши, вот эти сложные. Ну это так, дополнение. Дополнение, да. Они так просто не сработают. Будете мять, ничего не изменится. Просто ходить мять, ничего не изменится. Потому что оно началось вот здесь. Вот я натянула, у меня чаш пошел вот здесь. Вот его надо расслаблять, этот чаш. Вот. Ну и так далее. Все это связано, вот сюда пошло. Все это связано. Слевать надо. Ну, короче, приходите ко мне. В пользу случаем передаю привет. Приходите желающие. И вот это так говорят. В пользу случаем я приглашаю вас в свой онлайн-клуб, который в Телеграме. Там 30 уроков. Первый месяц клуба, первый месяц курса, там уже 30 видеоуроков, некоторые на два поделены. Уже выложены, по ним вы уже можете заниматься сразу в первый же день, начиная с составной гимнастики. Я там очень все прекрасно, легко рассказываю. По два занятия в день можно делать? Вот ты мне дала, у меня есть программа твоя, я ее хочу заново с нуля опять пройти, сейчас на пятом задании. Но они тянутся по 10 минут, мне этого мало. Можно их догонять с Леной сейчас, по два в день, допустим, утром и вечером? Конечно, конечно. Они же у тебя какие? Ты первое время просила короткие, маленькие занятия для ленивых. Я думаю, ладно, запишу короткие. Ты можешь вообще их не делать, ты можешь их перескочить и сразу начинать делать длинные. Это для сих пор? Ты можешь... Сложно? А, ну ладно. По два можно. Я помню, как я начинала заниматься один раз в неделю по воскресеньям по 10 минут, потому что мне было тяжело начать после вторых родов, мне очень тяжело. Я тогда поняла всех лентяев, всех тюленей поняла. Мне было так тяжело. Это даже не лень, знаешь, это что-то такое, что вот нет энергии поднять руку. И так думаешь, блин, сегодня не мой день. Я по воскресеньям занималась по 10 минут, потом два раза в неделю по 10 минут, потом по 15, и вот так потихонечку увеличивала это. Для меня это был правильный подход. И потом, когда энергия начинает появляться, ты думаешь, мало 10 минут, что-то больше хочется, и в итоге полчаса делаешь, в итоге час делаешь, и вот так разогреваешься. Я тебя понимаю. Так что, все классно, все правильно. Так, ну что, давай тогда прощаться. Мы с тобой очень долго в эфире, я его сохраню. Пускай все пересматривают. Под эфиром я тебе там оставлю ссылочку. Твою. Спасибо. Я тут читаю, все спасибо пишут, спасибо большое вам. Очень, очень приятно. я уже знаю, ты же не раз со мной уже в эфире была. Вот. Кто не знает, ссылочку оставлю. Хвалите себя, это важно. Анастасия тебе пальчиком пригрозила, потому что ты тут застеснялась, когда начала себя хвалить, не надо поделать. Да, бывает. Бывает. Вот еще такой вопрос, подскажите, а поневроз тоже должен от черепа отлипать, когда мы... Можно, обязательно. Это настолько важно, что если мы... Продлили, да, мастер? Смотрите, очень важная вещь. Прежде чем заниматься массажем лица, наша кожа головы, а поневроз должна ожить, потому что кровь идет отсюда, из шеи идет вот так сюда к лицу. И сливается, все натягивается отсюда, туда, назад, к шее и к стопам. Вот так все наверх поднимает, нам же надо поднять лицо, вот так все поднимается назад, к шее и к стопам. И если здесь есть какая-то пробка, вот здесь, например, у нас не проработано, или а поневроз не проработан, а в спазме, поднимается, поднимается, хоп, остановилась и дальше не пошло. То есть оно не натянется на шею, не натянется на, вот сюда, на плечи, на пятки, туда дальше не пойдет, понимаете? И пока вы голову не проработаете, бесполезно лицом заниматься, оно у вас подтянется на час и опять спустится, потому что дальше не пошло. Вот так делается а поневроз. Вот, молодец, правильно делаешь. Вот. Начинаем сначала вот просто вот так массажировать. Сильно нажимаем, не жалеем себя. Вот так сильно нажимаем и массажируем по всей голове. Начиная. Да? Да, да, сейчас до этого дойдем. Молодец. Все назнаем. Вот так. Потом мы кожу можем двигать вправо-влево, вот так, пальчиками. Право-влево, влево, вправо-влево, так, чтобы почувствовать, что кожа двигается вот так по черепу, вправо-влево, почти по всей голове. И сбоку тоже вот так она хорошо двигается. Околы ушей тоже она должна хорошо двигаться. Здесь можно вообще кулачками подвигаться. Это больно будет у кого там застоит. Вот так хорошенечко кулачок плотно-плотно. И у кого волосы не сильно падают, у некоторых ведь проблемы с волосами, будете делать апоневроз, волосы прекратят падать, и вообще не будет седых волос. Вот у меня, я не знаю, сколько седых волос. Если я найду 2-3 волоска, у меня их очень мало. Взяли волосы. Что? 40 лет есть седые волосы? Полно? Вообще полно? Я ни одного седого. Это из-за староедения. 70 лет. Это из-за староедения. Вот так начинаем. Вперед, назад. Видите, как у меня морщится лоб, потому что кожа хорошо едет. Право, влево, и вот так по всей голове, сзади, спереди, вот так все делаем. Вот. Это может длиться 5 минут, вся эта гимнастика, все здесь этот массаж. И вот когда у вас здесь кровь хорошо пошла уже, все отлипло, оно должно отлипнуть, не должно быть спадной. Все должно, видите, вот так отлипать, вот. Тогда уже у вас кожа вот здесь, и все мышцы, все пойдет подниматься туда. Я тебе секрет открою в прямом эфире. Я уже 17 массажей прошла, и мне 20 минут делают массаж головы. И именно вот такой вот. Отрывают волосы вот так вот от головы. Ну, это очень круто, конечно. Конечно. Они очень классно вот прям вот массируют вот так вот, и вместе с лицом, ушами, очень далеко их куда-то тянут, растягивают. Вот, вот, классно. Это очень классно. Уши, а по невру, это все связано. Вот уши тоже ведь у нас, вот эта часть пошла к ушам, и уши с возрастом у нас опускаются. С опусканием ушей опускаются вот здесь, вот здесь все опускается. Если вы ухо поднимете, вы увидите, как у вас все подтянулось наверх. Поэтому ухо должно быть наверху, наверху должно быть. А как оно наверх поднимется? Только если оно не спазмировано, его надо массажировать. Все раковины вот эти, вот эти. Вот здесь все надо. И туда вот. Вот здесь козелок. Козелок. И оба уха вот так поднимаем 20-30 раз вверх. Прям поднимаем. Поднимаем, открываем рот. И висим на них вот так. Висим. Уши начнут подниматься. За собой будут все это подтягивать наверх. Кажется так. Обратные уши опустятся или нет? Зачем? Если с ними работать. Каждый день желается носушками работать. Они хорошо слышать будут. Не будет никакого гула. Вот эта вся работа с головой, с ушами, шеей, затылочными буграми. Это все приводит к тому, что не будет болеть голова. Не будет болеть голова. Глаза будут хорошо видеть. Уши будут хорошо слышать. Нос будет хорошо работать. Через будет зуб и хорошо работать. Все будет нормально. Потому что нет застоя в голове. Мы все прорабатываем. Никакого застоя. Одно здоровье сплошное. И старость от нас со всех ног убегаясь, свыркая пятками. Все, пойдем с тобой по делам. Да, мне тоже нужно собираться. Спасибо тебе большое за возможность и за прекрасное настроение, за такие эмоции, которые я получила от эфира. Прям классно. Я зарядилась и поеду сейчас на занятия уже заряженная. Я такой же. Завтра у меня тоже спонтанный эфир. Мы, в общем, с тобой спишемся. У меня там просто еще есть человек один, которого я хотела в эфир позвать. Либо мы с тобой завтра, либо послезавтра выйдем. Да, в любой день скажешь, я могу. Да. Так, ваш режим влияет ли ранний подъем и поздний? И поздний наимнейший. Дальше идет набор. На каком-то языке дальше? Не на нашем смысле. Влияет ли ранний подъем и поздний? Ну, у меня подъем, допустим, всегда поздний. Потому что я после пяти, шести утра только спать ложусь. Ну, иногда после трех. И Талия мне часто в три-четыре утра наяривает. Когда она тоже сама. Да. Я считаю, что у каждого человека свой режим. И не надо навязывать всем подряд, что всем надо рано утром вставать, надо рано ложиться. У меня очень личное мнение на это все. Я заметила, если я пересплю, допустим, я поспала пять часов, там, с пяти утра до десяти, я встаю красивая. Вот этого ничего, блин, вот такого нету. Но если я спала уже девять часов, у меня вот такие синяки, мешки, опухшее лицо, как будто я бухала. Я не пью алкоголь вообще, в принципе. И у меня такой одутловатый, когда я пересплю. А в какой, там, час я легла спать, когда проснулась, разницы нет. То есть, хорошо, мы пишем... Часовые пояса еще есть разные. Что теперь, если я поеду в Таиланд, мне под российский режим, что ли, подстраивают? Ну, как-то, не знаю, как-то все это очень мутно, странно. Знаешь, у меня идея такая? А давай мы с тобой еще проведем эфир про тейпы, чтобы вот этих апоклостей не было утром, и чтобы морщинок там не было. Я покажу, как наклеивать тейпы. Мы их вечером наклеим, а потом утром встанем, отклеим, и увидим чудо. Давай сделаем так. Хорошо, а ты мне только напиши, где эти тейпы взять, что это такое. Ладно, ладно, хорошо. Хорошо, напишу. Наверное, всем это тоже интересно. Как-нибудь... А с этими... Сторис сделаем. Сделаем сторис про тейпы. С ними спать? Где их взять? С ними спать. Их вот так наклеиваешь туда. Ну, смотря где мы что хотим убрать, я на все умею клеить. И потом просыпаемся, убираем их, а лицо как будто, знаешь, такое кукольное, фарфоровое, никаких отеков, никаких морщин. У меня морщинки начинают появляться к 40 лет вот здесь вот. А, я не могу со школой, Нелли. У меня морщины со школой. Так что тебе повезло еще. Радуйся. У тебя только начали появляться. Ну, это держится, конечно, где-то в течение 4-5 часов. Потом это опять начинает появляться, потому что у нас мининг, и там мы все делаем. Но все равно, когда это делаешь часто, оно выравнивает все больше, больше как массажница. Девочки пишут, что в Мегросе есть 3 копейки. Стоит, очень интересная тема. Вы волшебницы, много вопросов подняли. Короче, тема вам понравилась. Будем делать про тейпы. Кто-то пишет тейпы, отрывают волосики, больно. Ну, в первое время больно, а потом не больно. Мне в первое время тоже было больно. Я вообще в них не верила. Я думала, ерунда все эти тейпы. Изучила, купила курсы. Ну, оказалось, все нормально. Очень даже хорошо. Я в первый раз про них слышу. Я вот только сейчас узнаю об этом. Я, по-моему, даже... Ладно, давай закругляться, что ли, тогда. Побежали. Спасибо, Нэль. Время, блин, время. Я не хочу уходить, мне так классно. Иди, в другой день выйдем. Иди. Мне дальше надо девочек заряжать. Полный зал у меня сегодня. Итак, с нами была мама Талия. Это моя мамочка. Сестренка. И Талия, Италия. Все прям сто в одном. Эксперт по телу. Знает о нем все. Телу, лицу, еде. И еще она... Роды. Не знаю, как это сказать. Лечит руками. Да. Делает массажи, ладно, помимо там гимнастик. А она еще читает... Я вижу болезни рукой, вот так провожу, все болезни вижу. Ясновидящая. Да, ясно видит болезни. Короче, это просто человек-кувшин, который собрал, как джин в себя, куча интересных вещей. Я советую подписаться, потому что в сторисах у тебя или в этих, в рилсах, да, рилсы, в ленте, в общем, очень много полезных вещей. Просто на каждый день. Там и гимнастика, как ходить, и как сидеть, и что делать дома, и что не делать, и часто ошибки, и так далее. Вот. Я советую подписаться. Оставлю обязательно ссылочку. Кто на YouTube-канале смотрит или в моем Telegram-канале, я оставлю ссылку. Ну, тоже на тебя. Сейчас можно. Спасибо. Оставлю. Я точно скачаю этот эфир, выложу в свой Telegram-канал. Давай, давай, давай. Он классный и полезный. Всех целую, всех обнимаю. Я была вообще рада поучаствовать с тобой. Ну, классный был эфир. Всем спасибо. Класс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok